МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Галина Юрьевна. Вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы. Галина Юрьевна, социальная ответственность – это одно из важных направлений деятельности, в том числе Нотариальной Палаты, если я не ошибаюсь. Правильно? Нотариальный Палат занимается не только тем, что мы координируем деятельность нотариусов на территории субъекта, как Самарская область, не только являемся посредником между государством и обществом, но и еще мы занимаемся очень широко социальными вопросами, благотворительностью и правовым просвещением населения. И очевидно, это означает, что сейчас вместе со всей страной вы готовитесь к 70-летию Победы. Мы взяли для себя очень такой внушительный план действий. Мы приняли на себя обязанность подготовиться к 70-летию Победы с таким подъемом, с таким воодушевлением, что наметили огромный план из двух десятков пунктов. Среди них очень значимые такие, как мы с 1 апреля освободили всех ветеранов, не только участников Великой Отечественной войны, они у нас были освобождены еще в 65-ю годовщину. Пять лет назад. Пять лет назад мы освободили участников войны от взимания тарифа за услуги правового и технического характера. И сегодня, с 1 апреля, мы освободили всех ветеранов Великой Отечественной войны от этой платы при совершении реальных действий. Это очень значимо для ветерана, это очень приятно для нотариуса, что мы можем хоть чем-то отблагодарить их за тот вклад, который они несли в наше процветание. Одним словом, если сейчас приходят к вам ветераны Великой Отечественной войны, то... Да, предъявляю удостоверение. То, что касается по налоговому законодательству, там они частично освобождены, там разные категории абсолютно ветеранов подпадают под ту или иную статью льготную. А что касается тех услуг, которые занимает нотариус за правовую и техническую работу, за исполнение самого документа, мы освобождаем полностью. 202-11-22 – это телефон прямого эфира. Вы смотрите «Территорию права». Если у вас есть вопросы к нотариусу, хочу подчеркнуть, не к судье, не к адвокату, к нотариусу, звоните, пожалуйста, к нам в студию 202-11-22, поскольку сегодня у нас в гостях президент нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева. Галина Юрьевна, хочу сейчас, вы наверняка с интересом посмотрите со стороны, потому что со стороны не видели. Мы со зрителями также посмотрим с удовольствием сюжет, который мы снимали сегодня, а потом продолжим наш разговор. Березовая аллея теперь будет каждый день радовать ветеранов Октябрьского района. Иван Иванович Кириллов в годы войны работал на станкостроительном заводе, делал мины и запальники для легендарных «Катюш». Появлению маленького березового сада очень обрадовался. 70 берез по одной на каждую годовщину Победы. Теперь будут расти на пересечении Новосадовой и Осипенко. Выбирали деревья тщательно, чтобы прижились и долго радовали самарцев своей красотой. Выбор дерева символичен. На Руси издавна сажали березы на могилах воинов. Верили, что душа продолжает жить в дереве. А чтобы выразить эмоции, остановились на березах плакучих. Когда идет дождь, их ветки до земли, и по ним стекает вода. Ну, как бы в память, именно в память о погибших. Деревья вообще выращены здесь, в Алексеевском районе. Они уже здесь перезимовали не одну зиму, они двухметровые саженцы. Поэтому это не первая их зима будет. Прекрасно, что сажаем деревья. Это березы, которые отражают душу, мне кажется, русского народа. Это исконно российские деревья, которые будут хорошим напоминанием тем годам, тяжелым, которые прожила наша страна в прошлом веке. Вместе с березками на аллее появились и липы. А среди зеленых красавиц установили гранитный камень с памятной надписью. Деревья сажали более сотни самарских нотариусов. К благому делу привлекли и детей. Артем Асанов взялся за лопату одним из первых. Говорит, сюда его привело неиссякаемое чувство благодарности. Поздравить ветеранов, помочь, сажать деревья. Вот. Это подарить подарки ветеранам за то, что они защищали нашу Родину. Затем, как растут молодые березки, нотариусы обещают пристально следить. Уверены, аллея славы станет одним из самых любимых мест отдыха горожан. Вообще, знаете, отдельное просто вам спасибо за березы. Поскольку сейчас очень много ходит разговоров, что березы у нас вымирают почему-то. То ли климат меняется, то ли что. Но это же Россия, как она без березов. Мы можем следить пристально, конечно же. И в случае чего мы берем на себя обязательства. Если необходимо, это будет подсадка новых, если они не будут расти так, как положено. Но я думаю, что этот сад точно вырастет. Потому что сегодня мы сажали, было яркое солнце. Потом пошел после посадки дождь. Это удивительно. Все как положено. Да, и к этому были привлечены и ветераны. И ветераны сажали. Жалко, вот в кадр все невозможно включить. И ветераны, и маленькие дети. Дети от 4 лет. Они с таким удовольствием сажали эти березы. Я думаю, что столько души вложено. 120 нотариусов участвовали в создании этой аллеи. Лично приехали со всей области на эти полдня. Потом вернулись на свои рабочие места. И я думаю, что вложенная наша душа, она должна все-таки цвести. Известно, что у нотариуса очень сжатый рабочий график. И поэтому то, что приехали из области, это, конечно, о многом говорит. Здесь даже практически без комментариев. По поводу... Да, прежде чем задам вопрос следующий, приоритет у нас зрителям. Начинаем уже отвечать на вопросы. У нас есть звонок. Поэтому мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как можно продать комнату в коммунальной квартире? Ну, там живут, соответственно, соседи. Если соседи выкупать ее не хотят. Но как бы идти к нотариусу, кстати, отказную тоже отказную. Вот предлагали. Я поняла ваш вопрос. Законодатель предусматривает два способа решить эту проблему. То есть, чтобы сособственник смог распорядиться своей недвижимостью, он должен предложить сначала на условиях, то есть цена и условия, которые предлагаются к продаже, своему сособственнику, как вы его называете, соседу. Если он никуда не желает идти, никаких проблем, вы обращаетесь к любому нотариусу, какому вам удобно, какому вам приятнее. Оформляйте заявление, которое нотариус передаст вашему сособственнику специально предусмотренным законным способом. И по истечении месяца, если даже не будет получен ответ на это заявление о предстоящей продаже, вы вправе продать любому третьему лицу. В данном случае законодатель не предусматривает истребование согласия. Очень часто заблуждаются и ждут согласия. Делают какие-то услуги, подарочки. Ухаживают прям пристально очень за соседом, надеясь получить это согласие. Не требует законодатель никакого согласия. В данном случае законодатель предусматривает, что если в течение месяца со собственник не приобретет эту долю недвижимого имущества, то собственник этой продаваемой доли вправе отчуждать ее любому третьему лицу. Но на тех же условиях. Если же условия меняются, например, очень часто тоже заблуждаются, и потом может возникнуть судебный спор. Если по истечении месяца тот покупатель, который из числа третьих лиц, а не из числа сособственников, готов был купить условно за 500 тысяч рублей эту комнату, месяц проходит, он говорит, у меня теперь 500 нет, у меня только 450. Продавец согласен, ну бог с ними, 450. Нельзя продавать в данном случае в договоре за эту сумму, поскольку необходимо заново, раз изменились условия, предложить ее со собственником. Поэтому необходимо соблюдать требования, предусмотренные законодателем о преимуществе праве покупки. Тем более, что соседу могут очень понравиться эти ухаживания и подарки. Конечно. Поэтому не надо. Нужно действовать всегда в рамках закона. Для этого необходимо консультироваться у нотариуса, прежде чем вы хотите совершить какую-либо сделку. Потому что нотариус – это единственное лицо на рынке недвижимости, которое несет личную имущественную ответственность за свои ошибки. И нотариус никогда не сделает в ущерб другой стороне, вот в первой стороне хорошо, а вторая, чтобы пострадала. Потому что нотариус, в отличие от адвоката, он адвокат обеих сторон. Адвокат, да, он всегда будет защищать, до последнего будет биться за интересы своего подзащитного, за своего представляемого. А нотариус обязан биться за интересы, чтобы они были уравновешены, чтобы не возбудить споры с совершенным нотариальным действием. У нас есть еще один звонок. Мы слушаем добрый день. Вечер, вернее. Алло. Алло. Да, говорите, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Мы с мужем купили квартиру в ипотеку. Она у нас как бы в общей собственности, общая долевая. И вот сейчас просто пыталась сказать таким образом, что мы решили развестись. У меня вот такой вопрос. Как я могу эту квартиру оставить себе, выписать оттуда мужа, и вот как бы оплачивать себе так, чтобы она осталась только моей. Возможно ли какие-то варианты? Да. В рамках брачного договора вы можете предусмотреть, что это квартира, которую вы приобрели, за ипотечные средства, в том числе, но с согласия вашего кредитора. Вам необходимо обратиться к кредитору, получить это согласие. И вы брачным договором определяете, что эта квартира будет лично вашей собственностью. И там же вы в брачном договоре определяете условия. Естественно, раз это ваша личная собственность, вы будете единственным ответственным лицом за возмещение кредитных средств. Но необходимо обязательно и спросить согласие кредитора. Но нет в практике такого, чтобы они его не дали. Для того, чтобы получить ответ квалифицированного нотариуса, в данный момент никуда идти не нужно. Не нужно тратить время, нужно только взять телефон, набрать номер 202-11-22 и, собственно, ответ на свой вопрос получить. Галина Юрьевна, если позвольте, я вернусь еще раз к Олее. Почему именно сегодня состоялось это мероприятие? 27 апреля – день отряда в России. Вот так мы учредили эту дату Федеральной Нотариальной Палатой. И именно сегодня, в наш профессиональный праздник нотариусов России, мы решили в ознаменовании 70-летия Победы сделать такой подарок ветеранам, подарок городу и подарок себе. Первая акция такая по посадке Олеи у нас была в позапрошлом году, когда мы на набережной города Самары высадили Олею. Там были другие деревья, там были рябины, хвойники, очень красивая Олея. И, кстати, все деревья абсолютно, несмотря на местонахождение, все-таки ветра и холодно на набережной, все абсолютно деревья, не просто выжили, они настолько красивые. Вот установили тоже памятный знак, там у нас ученый Филин, с ним очень любят фотографироваться горожане. И когда я там иногда гуляю, я снимаю, как горожане снимаются на камеру, очень приятно. И поэтому мы выбрали этот день, чтобы этот день отпраздновать именно вот такой патриотической акции. То есть вместо того, чтобы поздравлять вас с праздником, я сейчас сижу здесь и задаю вам вопрос. Нет, нам очень приятно, что мы, пусть это совсем маленькая толика, которую мы можем выразить ветеранам Отечественной войны, солдатам Отечества, своих родственникам, которые потеряли своих солдат на фронтах. Поэтому все нотариусы единогласно откликнулись на эту акцию. А у нас есть еще один звонок. Мы слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела бы вернуться по поводу у нас с братом. Одна, в общем, это квартира на двоих. Ну, доли у нас. Вот я не поняла, мне нужно спросить, вернее, как мне его оповестить, и какой-то у меня должен документ быть на руках, чтобы я его оповести. Вы пойдете, да, вы обратитесь к нотариусу, к любому. Адрес нотариуса есть в любых справочниках. Есть на сайте, который периодический сайт, вот на экране высвечивается все адреса, даже с фотографиями. У нас внизу есть гугловская карта, где находятся нотариусы в Самарской области с фотографиями, с режимом работы, с телефоном рабочим, с электронной почтой. Вы можете обратиться любым удобным вам способом и попросить оформить заявление для передачи его сособственнику. Нотариус все делает самостоятельно от вашего имени. И по истечении месяца, если сособственник не придет и не заявит нотариусу, я покупаю, то есть вы получаете от нотариуса свидетельство о передаче заявлений сособственника. И с этим свидетельством вправе оформлять сделку с любым удобным вам лицом. Телефон нотариальной палаты мы периодически показываем на экране. Если вы не успели записать, не переживайте, можете еще это сделать. И напоминаю, что можно позвонить к нам в студию 202-11-22. Галина Юрьевна, вы сказали, что в связи с 70-летием Победы ветераны Великой Отечественной освобождаются от нотариального тарифа. Да, за правовую и техническую работу. Да. А какие еще категории граждан от него освобождаются? У нас 35 категорий граждан, которые освобождаются. Это самый большой список льготников при совершении тариальных действий. Независимо от того, что все нотариусы, практически в Российской Федерации осталось, наверное, 6 нотариусов государственных, остальные все нотариусы не бюджетного нотариата, не все на самофинансирование. Несмотря на это, это единственная профессия, свободно занятая, которую законодатель обязал совершать бесплатно. При этом нотариус не получает возмещения ни копейки. Более того, раньше до 2001 года мы получали хотя бы освобождение на эту сумму от подоходного налога. То есть не получая деньги, мы еще и подоходный налог уплачиваем. Но, тем не менее, не ропщит нотариат, понимая, что та категория граждан, которая определена, там очень большая категория граждан по разным видам нотариальных действий. Инвалиды первой и второй группы освобождаются на 50% по всем видам нотариальных действий и так далее. Участники Великой Отечественной войны, это я уже говорю не о нотариальном тарифе, а о тарифе за совершение самого нотариального действия. Участники Великой Отечественной войны на 100% освобождаются. Там большая категория очень лиц. Чернобыльцы, там лица, которые воевали, принимали участие в локальных войнах. Там по видам нотариальных действий. Лица, которые проживали совместно с наследодателем на день его смерти в наследуемом жилом помещении, также освобождаются за получение свидетельства на это жилое помещение. Там освобождаются от уплаты тарифа за получение свидетельства о праве наследства на денежный вклад. То есть очень большая категория. Ее нам времени не хватит перечислить. Зато у нас еще есть время отвечать на вопросы. Они, кстати, поступают не только, не только звучат здесь в студии, но и нам их передает оператор телефонной связи. Вот вопрос есть такой. Умер мой дядя, детей у него нет, жил с женщиной в гражданском браке. В настоящее время жива моя мама, его родная сестра. Кто является прямым наследником его имущества? Ну, конечно, родная сестра. Поскольку вот это заблуждение, оно на сегодня должно быть уже прекратить быть заблуждением, что гражданский брак это брак, зарегистрированный в органах записи гражданского состояния. Вот это гражданский брак и называется. А то, что вот в обывательском смысле называют гражданским браком, это сожительство. Поэтому сожитель не имеет права ни на какое имущество в порядке наследования. Он вправе, конечно, в судебном порядке доказывать, что это имущество было нажито на совместные средства, что там мои личные средства. И суд, исследуя все доказательства, примет решение, какое имущество все-таки. Но это не в порядке наследования. Это в порядке выдела своего имущества из общего имущества. Но они супругами не являлись, поэтому наследником, если это будет касаться недвижимости, это однозначно, недвижимости, движимого имущества и так далее, это будет сестра, раз она ближайшая родственница. А что касается имущества, которым они пользовались, проживая совместно, то это вот в судебном порядке. Можно будет доказывать, что это личное имущество. Да, у нас есть звонок. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Карина Николаевна. У меня же к вам есть... Далина Юрьевна, в связи с ним. У меня квартира оформлена на троих. Дочка находится в Москве и нет возможности у нее приехать домой. А я хочу ее задать. И пусть есть, и расширить свою квартиру. Никаких проблем. Дочка оформляет доверенность у нотариуса, у любого нотариуса в городе Москве. И присылает вам ее, либо спецсвязью присылает, там различные есть почты, и Почта России, и DHL. Такая надежная связь, которая вам в руки доставит это письмо, либо заказным с уведомлением, либо оформляет доверенность телеграмму, так называемую. То есть она оформляет доверенность, она реально оформляет ее у нотариуса. И на почте полный текст с удостоверительной надписью вам приходит уже посредством почтовой телеграммы. Такие телеграммы имеют место быть, они предусмотрены законодателем. И вы в рамках уже вот этого поручения о продаже ее доли вправе произвести отчуждение, действуя за себя и за вашу дочку. Если вы только что подключились к нам, в эфире «Территория права» и эксперт, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева. У нас еще есть время, задавайте, пожалуйста, вопросы 202-11-22. Галина Юрьевна, вы сказали, что в отличие от адвоката, который в любом случае защищает своего клиента, нотариус должен соблюсти равновесие, интересы обеих сторон, да, еще и юридически нигде не отступить. А случается такое, что нотариус сталкивается с проявлением нечестности и попытка обмана именно себя со стороны клиента? Конечно. Конечно. И очень часто нотариус отказывает совершение нотариального действия, когда пытаются обмануть лицо, от которого требует подписать доверенность, подписать какой-либо договор, завещание. И нотариус, это нотариус вправе попросить остаться наедине с лицом, который будет подписывать нотариальное действие, совершаемое нотариусом, и выяснить все эти нюансы, выяснить, нет ли порока воли у лица, которого привели. И очень часто приводит под ручки. Он просто плохо идет. И нотариусы, вот как раз на страже интересов таких граждан, очень жестко стоят, и у каждого нотариуса есть тревожная кнопка в нотариальной конторе. Поэтому много случаев, когда мы вызываем, когда нотариус чувствует, что угроза под насилием, угроза путем обмана привели в нотариальную контору, нотариус принимает все возможные меры к тому, чтобы не просто не отказать совершение нотариального действия, но и предотвратить совершение преступления в отношении такого лица, который действительно имеет порок воли. Ну вот здесь уже как раз и есть адвокат закона, наверное, да? У нас есть звонок, продолжаем отвечать на вопросы. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, вот у меня в полке с него есть дом. Он ранее принадлежал матери и сыновьям. Затем они продавались долями. И как бы вот так как это было до 95-го года, то в документах указывалась долевая собственность. Практически потом мы выкупали одну половину. У нас тоже в документах была долевая собственность. Хотя сейчас вот два хозяева документы, имеют каждый свой отдельный вход, отдельный участок, отдельный дом. У нас общая только одна стена. Можем ли мы, допустим, при продаже не обращаться за разрешением к соседям о продаже дома? Хороший вопрос. Конечно, прежде вам нужно сделать просто очень хороший такой договор. Его составит нотариус, соглашение о выделе долей. Каждому из вас о прекращении долевой собственности, как раз вот вашей долевой собственности у каждого будет по части дома. У одного часть дома собственника и у второго. При таком правовом статусе этого дома вы уже не будете зависеть от настроения другого сособственника. Вправе распоряжаться своей частью дома самостоятельно, без предложения покупки второму сособственнику. Вам необходимо к нотариусу обратиться с просьбой составить соглашение и его удостоверить о прекращении долевой собственности. Еще один вопрос есть от наших зрителей. Вы уже, в принципе, отвечали по поводу гражданских браков и раздела, но тем не менее, вот здесь несколько, видимо, и ситуация иная. Супругами, состоящими в гражданском, опять-таки, браке, после сноса старого дома была выделена квартира, которая была приватизирована на двоих после смерти супруги. Кому достанется ее доля? Ну, если они действительно супруги, то проблем нет, достанется супруга и другим наследникам первой очереди. Супруги, дети, супруги, родители, это все в равной степени являются наследниками первой очереди. Они наследуют, если нет завещания, все в равных долях. В данном случае квартира приватизирована, и право собственности у пережившего супруга не возникнет. Если же это не супруги, а сожители, тогда права на наследство не возникает. Будут наследовать, если имеется у него до пятого колена, его наследники. А если нет наследников, то еще прямых, то у нас законодатель предусмотрел возможность наследования пасынками и падчерицами. Пасынки и падчерицы доказываются отношения между отчимом и пасынком, и падчерицем представлением двух свидетельств о браке и свидетельств о рождении. Свидетельств о браке обоих родителей, то есть супругов обоих, один из которых являлся родителем пасынка или падчерицы. Вот, и свидетельство о рождении, что он являлся сыном супруги этого своего отчима. Это вот если нет кровных родственников. Если же есть кровные родственники, тогда наследство будут они. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Николаевна, можно спросить у вас? Да, конечно. Я пожилой человек, завещаю свою квартиру внуку. Вот меня интересует вопрос, когда при вступлении наследства проценты будет налога платить, то на завещание или, если, может быть, лучше дарственную оформить? Как вы советуете? Ну, если вы уверены в взаимоотношениях с своим внуком, и что он никогда вас не бросит и до конца будет уважать, почитать и содержать, то, конечно, можно оформить и сейчас дарственную. Если же вы надеетесь, что он должен вас до конца ваших дней содержать, помогать вам, обслуживать вас и помогать деньгами, в том числе лекарством, производить какие-то услуги, там, уборка, стирка и так далее, тогда это договор пожизненного содержания с иждивением, по которому вы ему передаете собственность в вашу квартиру и становитесь получателем ренты. А ваш внук, получая в собственности эту квартиру с момента подписания договора и регистрации перехода права, становится собственником, но обязан пожизненного содержать и не вправе распоряжаться этой квартирой при вашей жизни. Тогда это договор пожизненного содержания с иждивением, это самое удобное. Если же вы абсолютно уверены, и вам ничего, никаких услуг не требуется, ни сегодня, ни завтра, тогда вы составляете завещание, составите уверенную нотарию своего, его подписываете. И по этому завещанию внук после шести месяцев со дня открытия наследства получит свидетельство, заплатив при этом 0,6% от стоимости наследственного имущества. Это очень небольшая сумма, 0,6%. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Галина Юрьевна, можно задать вопрос? Да, конечно. Подскажите, пожалуйста, после смерти мужа, я вступила в наследство, прошло уже полгода, то есть я вступила в наследство, открыла это дело. У нас получилось так, что у мужа умер отец. А отец, мой муж успел вступить в наследство отца. Понятно. Вот подскажите, пожалуйста, вот сейчас мы имеем в тыном долю в этой квартире от Товой. Значит, смотрите, если ваш супруг успел принять наследство, то есть принимается наследство на двумя способами, путем подачи заявления. Да, согласен, опорнить не успел. Хорошо, он подал заявление нотариусу. Я так поняла, да. Значит, наследство принимается двумя способами, либо фактическим принятием наследства, то есть факт принятия наследства подтверждается совместным проживанием в наследовом жилом помещении, это совместная регистрация, либо пользование имуществом, либо уплата налогов, каких-то долгов и иных платежей в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В данном случае я понимаю, что заявление было соответствующим образом оформлено у нотариуса по месту открытия наследства, и это имущество уже считается принадлежащим вашему супругу, независимо ни от какой регистрации, независимо от получения самого свидетельства о праве наследства. Поэтому это имущество вы будете наследовать как имущество вашего супруга. Имущество его отца будет принадлежать также вам. Ну, наравне с другими, если у отца есть другие еще наследники, то, естественно, это имущество будет принадлежать в той доле, которая причиталась умершему супругу. Галина Юрьевна, не успеем, наверное, уже брать звонки, если они поступят, поскольку времени совсем чуть-чуть осталось. Мой вопрос. Вы неоднократно подчеркиваете не только высокий профессионализм членов нотариальной палаты, но и активную жизненную позицию. Так происходит случайно или люди так подбираются с такой позиции? Ну, у нас корпоративное сообщество, во-первых, оно не такое уж большое, 146 нотариусов, но у каждого нотариуса есть не менее 2-3 работников. Поэтому, если умножить, у нас более полутысячи. И, конечно же, воспитывается в конторах, уже принимая всю душу, которую нотариус вкладывает в свою работу. Конечно же, все его работники работают так же. Бывают, конечно, случаи, что и жалобы у нас бывают, но мы очень жестко рассматриваем каждую обоснованную жалобу. У нас есть комиссия профессиональной чести нотариуса в Самарской области. И попасть на разбор в эту комиссию не каждому нотариусу, я думаю, что каждому нотариусу не хочется. Поэтому бывает недоразумение, но мы принимаем все меры, чтобы они не повторялись. Как раньше общественный суд был, да? У нас жуще. Понятно. Галина Юрьевна, во-первых, все-таки поздравляем с профессиональным праздником. Еще раз большое спасибо от всех за посаженную аллею. Ну и мне нужно напомнить зрителям, если вы не успели получить сегодня ответ на свой вопрос, не расстраивайтесь, пожалуйста. Мы встречаемся каждый последний понедельник месяца. И Галина Юрьевна на вопросы отвечать будет продолжать. Не покидайте территорию права. До свидания. Продолжение следует...